Вкусно, уютно, доступно. Кафе узбекской кухни «Тандырная» приглашает отведать сочные кебабы, аппетитные шашлыки, плов, самсу. Торговый центр «Малина» – первый этаж. Олмед. Лечение варикозной болезни как искусство. Медицинский центр Олмед. Более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни. Весь август скидка на лечение 11%. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвышев сегодня посетил Нижний Тагил. Он встретился с трудовым коллективом «Уралвагонзавода» и с ветеранами «Эвраз-НТМК», как и заявление сделал. Аварийный мост на улице Циолковского включен в план дорожных работ. Проектно-сметная документация на его капитальный ремонт уже готова. Тагил принимает поздравления. Делегация из города Побратима Хеп прибыла на празднование 295-летия города. Как развиваются Побратимские связи сегодня? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Алла Кузнецова, готовы рассказать о главных событиях пятницы. И теперь обо всем по порядку. Проблемы одни и те же. Сегодня в Рио губернатор Евгений Куйвышев встретился с ветеранами «Эвраз-НТМК» и трудовым коллективом «Уралвагонзавода». Глава региона представил программу пятилетнего развития Свердловской области и ответил на вопросы, волнующие металлургов и машиностроителей. Нехватка врачей-специалистов, строительство новых школ и бездействие администрации Горноуральского городского округа. На нынешнего главу округа Николая Кулеша пожаловались как ветераны, так и нынешние работники градообразующих предприятий. Антон Исаев с подробностями. Сейчас в Новосибирской области формируется программа пятилетного развития, цель которой – это качественный рост региона по всем параметрам, в том числе и по качеству жизни людей. И целью этой программы сегодня является входление Свердловской области в тройку лидеров российских регионов. Именно с пятилетки развития начал Евгений Куйвышев разговор с трудовым коллективом «Уралвагонзавода». Сегодня, в канун дня города, глава региона специально провел встречу с тагильчанами. Важен тот факт, что в программе развития области особое место отведено Нижнему Тагилу и его промышленным гигантам. Евгений Владимирович говорил про пятилетку развития Свердловской области, и Нижний Тагил в этих планах занимает достойное место. Поэтому, я думаю, нет никаких сомнений, поддерживаем мы эту программу и не поддерживаем. С точки зрения позиции «Уралвагонзавода» просто хочу проинформировать, что в ней в фоне развития промышленности Свердловской области предусмотрены достаточно льготные средства, которые мы с вами можем направить на обновление и инвестиции в наше производство. Прежде всего, в гражданство, потому что эта тема очень важна. Единственным вопросом из зала был крик о помощи жительницы села Покровское. Ирина Куценюк передала Евгению Куйвашу целый пакет документов, касаемых теплоснабжения. Пилотный проект по переходу на закрытую систему, задуманный региональным правительством, забуксовал из-за полнейшего бездействия руководства Горноуральского городского округа. Начисление платы происходит по нормативу, поэтому платить жителям за тепло приходится по 7-8 тысяч рублей. Там еще написано, что узлы учета должны быть как бы переданы диспетчеру, а диспетчеризации нету, как бы не оформлена, не доделана работа. Я прошу вашей помощи, указания Кулешу, Гебню. Мы с Каюмовым встречались, но пока результата нету. Также из-за земляных работ была уничтожена дорога, добавляет работница ОВЗ. И за мусорными свалками никто не следит, увозят только после предписаний или перед выборами, заявила Ирина Кусынюк. Евгений Куйвышев пообещал разобраться. Я не разберусь в ситуации, в течение недели обязательно вам отвечу. Моя уверена, мы уверены, что мы извиняемся делать. На встрече с ветеранами ЕвразНТМК тоже жалоба и тоже на бездействие администрации Горноуральского городского округа. Валерий Овчинников, ветеран комбината, последние 9 лет добивается газификации деревни Шиловка. Жители сами разработали проект, но он три года пролежал в столе у чиновников. Сейчас в документах обнаружилась ошибка, и жильцы снова должны заплатить 300 тысяч рублей. Ни копейки администрация Горноуральского городского округа не заплатила. Нам обещал и Ершов, и Лаптин, и Сергеев, и Кулиш. Вот все бумаги, вы почитайте, это война и мир. Евгений Куйвышев, снова услышав жалобу на администрацию Горноуральского городского округа и лично, на Николая Кулишам заявил, разберется лично. Что касается газопровода, я сейчас возьму все данные у вас, я приеду сюда на день танкиста, мы будем здесь включать, и мы с вами еще раз встретимся, я уже конкретно скажу вам, когда, что произойдет. Таким образом, одна из главных проблем волнующих тагильских рабочих – не тагильская. Администрация Горноуральского городского округа, возглавляемая Николаем Кулишом, в очередной раз подтвердила свою несостоятельность в решении ключевых вопросов населения. Жители рассказали о своих проблемах главе региона. Быть может, это заставит окружные власти начать хоть что-то делать. Евгений Куйвышев в конце беседы с ветеранами Евразии МТМК сделал важное заявление по поводу судьбы детской многопрофильной больницы. Совершенно новый проект готов, сейчас задача добиться федерального финансирования. Соответствующее письмо в правительство РФ было направлено. Стоимость новой больницы – около 6 миллиардов рублей. Кроме того, региональное правительство во главе с Евгением Куйвышев намерено отказать поддержку в решении одной из главных транспортных проблем – возведение моста через пруд. Итогом сегодняшнего общения в Рио-губернатора с трудовым коллективом и ветеранской организацией двух крупнейших предприятий нашего города можно назвать то, что до Евгения Куйвышева были доведены те вопросы, которые реально волнуют заводчан. И глава региона пообещал разобраться в каждой ситуации более детально. Антон Исайф, Любовь Шещенко, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. В завершение своего визита в Рио-губернатор принял участие в торжественном собрании в честь 295-летия Нижнего Тагила. В зале театра драмы чествовали победителей традиционного смотра конкурса, почетных граждан и тех, кому присвоено звание за заслуги перед городом. А тех, кто делает Нижний Тагил лучше и краше – репортаж Анны Хабаровой. Традиционно под звуки оркестра перед Нижний Тагильским драматическим театром начинается торжественное собрание, посвященное Дню города. Поздравить Нижний Тагил с 295-летием прибыли первые лица – депутаты Законодательного собрания и Государственной думы, представители Уральского федерального округа, гости из ХЕБА, временно исполняющие обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвышев. Я совершенно убежден, что за прошедшие пять лет Тагил сделал серьезный шаг в свое развитие. Сегодня и укрепились наши промышленные гиганты – и Мурал-Вагонзавод, и НТНК. Сегодня значительные перемены произошли в облике города. Точнее, если просто включить фотографическую память и вспомнить Тагил-2012, и 2017, мне кажется, это чуть-чуть, а точнее не чуть-чуть, а разные города. Сергей Носов и Евгений Куйвышев провели церемонию награждения отличившихся тагильчан за этот год. Знаком за заслуги перед городом была удостоена Марина Гунина. Цирковой коллектив «Аншлаг» под ее руководством завоевал различные награды не только по всей России, но и за рубежом. За заслуги перед областью знак отличия получил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. За время его руководства город претерпел значительные изменения. У нынешнего городоначальника же пять лет назад была простая мечта. У меня была мечта, и она начала осуществляться. Мечта была такая, потому что я хотел, чтобы вся Россия знала, что не производят в Нижнем Тагиле шпингалет. В Нижнем Тагиле производят танки. В Нижнем Тагиле такая культура и такой интеллектуальный уровень людей, что, дай Бог, каждый. Также Евгений Куйвышев наградил сегодня тех, кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий урагана, который настиг Нижний Тагил 3 июня. Такой удар стихии город впервые испытал на себе. Все службы отметили на торжественном собрании, сработали как надо. Были все подняты силы МЧС по городу, задействована резервная техника, задействована резервный личный состав для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить все поломки, помочь людям максимально быстро пробираться по дорогам, разобрать дороги, завалы разобрать. Также выезжали в детские сады, в школы для того, чтобы убрать деревья, чтобы максимально быстро помочь городу. На подмогу городским службам пришли все тагильчане. Активное участие в субботниках принимали управляющие компании, городообразующие предприятия, общественники. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвышев отметил, что Нижний Тагил с последствиями урагана справился и поставил оценку «отлично». Главное, добавил он, что стихия не унесла жизни ни одного тагильчанина. Анна Хабарова, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Сегодня в Нижний Тагил прибыла делегация из чешского города Побратима Хеп, чтобы присоединиться к празднованию 295-летия нашего города. Гостей встречал глава города Сергей Носов. Он рассказал им, какие изменения произошли в Нижнем Тагиле за последнее время. За последнее время мы предприняли ряд серьезных учреждений по изменению ситуации в городе Нижний Тагиле. В последнее время у нас в месте разные изменения. Мы работаем над тем, чтобы Нижний Тагил стал городом интересным для туристов. Работаем над тем, что наше место будет взаимово по туристам. Сегодня это программа по внутреннему туризму. Мы готовы принимать туристов сегодня из-за рубежа. А ради чьей мы туристы из разных иных земель? Член городского совета ХЕБА Лео Шхорчичко от имени всех гостей поблагодарил мэра за теплый прием. Чешским гостям были вручены тагильские подносы с уникальными авторскими рисунками. Сергей Носов пригласил гостей на празднование 300-летия Нижнего Тагила и пожелал им хорошего и интересного отдыха. В программе пребывания делегации праздничные мероприятия на Алисей горе, Демидовской даче и музее-заводе, а также сплав по реке Чусовая. Новости итоги дня в эфире. Продолжаем. Продолжила тенденцию. Сегодня советник главы города по развитию системы образования Галина Масликова отчиталась о подготовке школ к новому учебному году. Сейчас больше половины образовательных учреждений готовы к 1 сентября, заявила она. О настоящем будущем тагильского образования и эффективности института советников главы города Антон Исаев. Из 63 образовательных учреждений к новому учебному году полностью принято 37, или 59% школ уже готовы принять детей. В ближайшую неделю этот показатель достигнет практически 100%. Школы номер 65 будут проверять в середине августа. Эти данные сегодня озвучила советник главы города по развитию системы образования Галина Масликова. Она продолжила заложенную тенденцию отчетов советников главы о проделанной работе. Хочется отметить, что все же школы в большей степени станут изношены, требуют капитального ремонта, но тем не менее в планном режиме приемка ведется, принимают, ну по вере возможностей устраняют замечания. Но проблема остается с годом года, как нам знаете. В этом году ниже Тагил входит в важнейшую фазу строительства новых школ. В одну из них переедет из старого здания школа номер 32. На прежней площадке останется только начальная школа. При возведении современных образовательных комплексов на 1200 мест каждый особенно важно участие профессионалов, тех, кто впоследствии и будет в них работать. Именно их контроль, их понимание самой технологии, тех процессов, которые будут протекать в этом учреждении, в этом здании, они помогут и на стадии рабочего проектирования, и самое главное на стадии финальной сдачи объекта. Поэтому я надеюсь, что вот качество первой школы, благодаря усилиями Галины Анатольевны, будет очень высокое. В целом глава города удовлетворен работой своих советников. Институт советников по основным отраслям городской жизни работает и показывает свою эффективность. Абсолютно удовлетворенно, а так как работает Галина Анатольевна, работает ответственно, я бы сказал, по-женски педантично, и очень важно, что она умеет разговаривать с людьми. Это особенно важный навык, поскольку все советники главы города постоянно проводят встречи с населением. Они выступают неотъемлемым элементом общественного контроля. Созданный институт советников главы города по ключевым направлениям позволяет выстраивать стратегии развития, поскольку именно они, профессионалы своего дела, как никто другой, лучше разбираются в проблемах социальной сферы, ЖКХ, бизнеса и городского хозяйства. Антон Исаев, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Аварийный мост на улице Циолковского включен в план дорожных работ. Проектно-сметная документация на его капитальный ремонт уже готова. Когда дорога для пешеходов и автомобилистов будет безопасной, выясняла Анна Хабарова. Арматура торчит, асфальт разрушается. Мост на Циолковского находится хоть и не в критическом, но в аварийном состоянии. Ежедневно на дорожное полотно приходится большая транспортная нагрузка. Сооружение требует капитального ремонта с 2013 года, говорят общественники. Мост на улице Циолковского, жалуются жители Красного Камня, буквально трещит по швам. 5 августа здесь уже произошло частичное обрушение пешеходного тротуара. Тагильчане опасаются, что конструкция может разрушиться вовсе. Активист общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин направил в адрес главы города Сергея Носова обращение с просьбой ограничить движение по мосту. Еще раз, но уже лично с этим вопросом, общественник обратился к мэру сегодня на аппаратном совещании. Президент Константинович, вызывают опасения о состоянии моста на улице Циолковского. На этой неделе там произошло частичное упало пешеходной части. Мост находится в крайне тяжелом состоянии. В администрации города поясняют, проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста по улице Циолковского уже готова. Если регион поможет с финансированием, то возможность передвигаться безопасно пешеходы и автомобилисты получат уже в следующем году. Таким образом, этот путепровод станет следующим капитально отремонтированным после мостов на Фрунзе и космонавтов. Анна Хабарова, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Торио-ТВ. Начисление оплаты за общедомовые нужды будет производиться по новым правилам. С 10 августа вступили в силу соответствующие изменения в ЖК РФ. В деталях разбирался Алексей Алексеев. Норматив потребления электроэнергии, используемый для содержания общедомового имущества, чуть менее 2 кВт. В домах с лифтом чуть менее 5 кВт. В расчете на квадратный метр жилой площади. Суммы в квитанциях порядочные. Привести их в соответствие с реальным потреблением – цель внесения изменений в жилищный кодекс. Если ранее эти все начисления производились от нормативов, нормативы, которые утверждает нам региональная энергетическая комиссия Свердловской области, то сейчас начисления будут производиться по показаниям приборов учета. Вернее, даже не так. Начисления будут производиться по нормативам с последующим перерасчетом. Общее имущество собственников помещений многоквартирных домов – это лестницы, лестничные площадки, чердаки, подвалы, придомовая территория. Для его содержания может расходоваться электричество, холодная и горячая вода, использоваться водоотведение. В управлении жилищного и коммунального хозяйства администрации города пояснили, пока для жителей ничего не изменится. Нормативы будут применяться по-прежнему. Для проведения перерасчетов требуется утвердить их порядок. Специалисты напоминают, возможность оплачивать расходы на общедомовые нужды не по нормативам, а по показаниям приборов учета существует с 1 января 2017 года. Для этого требуется решение общего собрания собственников. Но пока такая работа проведена лишь в единицах многоквартирных домов. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Новые скамейки, которые устанавливаются на улицах города, получили своеобразную оценку двоих тагильчан. Задержанных сотрудниками дорожно-патрульной службы. Приглянувшиеся элементы благоустройства они решили перевезти на собственные дачные участки. Заметили автомобиль, который сворачивал с улицы Краснознаменная на улицу Заречная на большой скорости. Там дорога была очень плохая. То есть нами было принято решение проверить данное транспортное средство. Поехав за ним, водитель начал набирать скорость около 140 км в час. То есть по этой дороге мы за ним ехали. И из прицепа выпали две лавочки. Как удалось установить в отделе полиции номер 16, куда доставили мужчин, скамейки они забрали с берега Выисково пруда в районе улицы Верхняя Черепановых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», совершенная группой лиц. Размер ущерба владельцами имущества городской администрации оценен в 10 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. Оценку их действиям предстоит дать суду. Предприниматели, оказывающие услуги катания на лошадях, будут привлечены к ответственности. Сегодня, вопреки постановлению администрации города, согласно которому катания на лошадях разрешены только в определенных местах, группа людей с животными в очередной раз появилась в районе парка Бондина. Это место в официальном документе не указано. Сотрудники полиции оперативно среагировали и нарушителей задержали. Кадры составления протокола вы видите сейчас. Напомню, осуществлять катания на лошадях можно только в Ленинском районе, от Театральной площади по проспекту строителей до домов 5 и 4, в Тагилстроевском районе, в парке культуры и отдыха металлургов, в Дзержинском районе по Ленинградскому проспекту до Володарского и в лесопарковой зоне за площадью танкостроителей. В предстоящие выходные строители отметят свой профессиональный праздник. С представителями созидательной профессии встретился наш корреспондент Никита Поляков. От фундамента до крыши эти люди не знают меры. Еще с древних времен человек начал осваивать профессию строителя, а уже сегодня современные технологии позволяют возводить невероятные строения. На сегодняшний день строительство дачных и загородных домов в нашем регионе увеличивается. Но на сегодняшний день самым популярным является это дерево. И новые технологии, которые позволяют ускорить сроки строительства и сделать более качественным, конечно, во многом сопутствуют. Своими руками они возводят жилые дома, школы, больницы, спорткомплексы и промышленные объекты. Итогом труда и воплощением в жизнь смелых замыслов стал неповторимый облик города и его инфраструктура. Над этим старались несколько поколений тагильских строителей. Все они нацелены на один результат – это качественное строительство. Но раз в год они собираются, чтобы поделиться опытом со своими коллегами, поспорить, кто больше кирпичей за год положил и какой цемент лучше подходит в строительстве. В строительной отрасли множество различных профессий. От производителей стройматериалов до архитекторов и каменщиков. Но главным на стройке всегда было и остается обычный кирпич. Никита Поляков, Андрей Коробицын, Михаил Корзняков. Новости Тагил-ТВ. Уже завтра свое 295-летие отметит Нижний Тагил. Программа праздничных мероприятий расписана на весь день. Для отдыха тагильчан будут действовать десятки площадок по всему городу. Организаторы работают над финальными штрихами, чтобы праздник удался на славу. Последние приготовления в сюжете Сергея Трупанова. Маленькая копия Большого Нижнего Тагила, ставший за последние пять лет привычным киндерград, расположится на театральной площади, где детей и их родители будут ждать тематические конкурсы и игры. Работники Центральной городской библиотеки заканчивают создание стендов для зоны семейного отдыха. В 295-й день города гостей киндерграда познакомят с профессиями Нижнего Тагила. В этом году у нас будет киндерград «Город мастеров». Мы будем рассказывать о профессиях, существующих в Нижнем Тагиле, о наших городских предприятиях, о том, о чем, может быть, дети, к сожалению, пока еще не знают. Например, как Тагил связан с космосом, или откуда берется руда и так далее, что такое НТМК и так далее. А по соседству с детским городом найдется место для ценителей книги, добавляет Наталья Якимова. Рядом со скульптурой читателей весь день будут творческие встречи с современными авторами. Из центра нынешнего к центру историческому. В день города на территории музея-завода откроется часть арт-проекта «Миростроение. Цех психологической разгрузки». Это инсталляция, это тотальная инсталляция, которая называется «Цех психологической разгрузки». И, собственно, почему мы решили сделать именно темой этой инсталляции такой отдых, потому что завод старый, он устал, и, ну, мне кажется, художники, вдохновившись этим, решили сделать такой цех, который посвящен различным видам отдыха. Например, ну, то есть, причем такого творческого отдыха. Стоит отметить, что «Миростроение» будет действовать одновременно на двух площадках. Вторая – в Музее изобразительного искусства. Там тагильчан ждет экспозиция работ так называемых «нехудожников». Людей, которые, не имея художественного образования, увлекаются креативными хобби. И по традиции на площади за КДК «Современник» готовится главная сцена завтрашнего праздника. Сейчас здесь ведутся работы по монтажу светового и звукового оборудования, а завтра с этой сцены выступит перед тагильчанами приглашенная немецкая группа «Арабецкий». Сергей Трупанов, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Схема движения транспорта будет изменена 12 августа на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Движение на отдельных участках будет закрыто, начиная с 11 часов. В районе Лисей горы, где состоится семейная развлекательная программа «Большой пикник на Лисей горе», частично закроют улицы Челюскинцев, Лисогорскую, Домину, Гаева. В центре города в связи с проведением мероприятий на театральной площади в театральном сквере на набережной Тагильского пруда у Современника и в парке Бондина закрываются участки проспекта строителей улиц Горошникова, Пархоменко, Первомайской и Красноармейской. С 20 часов 11 августа до окончания субботних гуляний запрещена парковка перед кинотеатром «Родина» и у медицинского колледжа с 8 утра 12 августа у городской администрации. Вы смотрите новости итоги дня на канале Тагил ТВ. Благоустроенному скверу в микрорайоне Северный уже год. В честь этого жители организовали пикник в парке в программе маленького праздника, парад трехколесных велосипедов, шоу костюмов и еще много чего интересного. Никита Поляков расскажет обо всем. Оказавшись на территории парка, хочется отдыхать, развлекаться и не думать о заботах. Над приятной атмосферой этого места чуть больше года назад трудились работники химзавода «Планта», «Уралхимпласта» и активисты ТОСа «Северный». Свою помощь оказали и депутаты городской думы. Жители поселка очень благодарны, что им есть где провести свободное время вместе с детьми. Для этого в парке достаточно оборудованных площадок. Сейчас в парке стало очень здорово, детям очень нравится, новые площадки, игровая. Мы каждый выходной ходим сюда гулять. Работники Дворца культуры «Космос» ввели традицию отмечать день рождения парка. Сегодня это первый день рождения. И сказать честно, для первого раза у них отлично получилось. Данный праздник, во-первых, предусматривает в себе конкурсы. И вообще оно проводится не только для маленьких детей, но также и для семей, также для взрослых. И также он касается истории, то есть с углублением в историю. В течение года в парке стали появляться значимые объекты для местных жителей. Одним из них стала аллея саженцев. Символом парка выбрали кошку, а к следующему году планируют возвести памятник труженикам тыла. Раньше на месте парка было серое и мрачное место. Но еще год назад неравнодушные люди приложили свои силы. И сегодня здесь собирается множество детей со своими родителями, чтобы провести приятные выходные. Никита Поляков, Андрей Фатыхов, Михаил Корзняков. Новости Тагил-ТВ. И это еще не все новости. На очереди постоянные рубрики. Гость студии сегодня глава города Сергей Носов. 295 лет городу. Своеобразный рубеж проделанной работы. Чего достигла администрация вместе с тагильчанами. Итог подведет мэр. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Вкусно, уютно, доступно. Кафе узбекской кухни «Тандырная» приглашает отведать сочные кебабы, аппетитные шашлыки, плов, самсу. Торговый центр «Малина» – первый этаж. Олмед. Лечение варикозной болезни как искусство. Медицинский центр Олмед. Более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни. Весь август скидка на лечение 11%. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Гость студии сегодня – глава города Нижний Тагил Сергей Носов. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. В эти выходные Нижний Тагил будет отмечать свой 295-й день рождения. И день города – это как своеобразный рубеж в проделанной работе за год. Сергей Константинович, на ваш взгляд, какие основные проекты реализованы, с какими результатами наш город подходит к своему дню рождения? Ну, вы знаете, наверное, вы сами сказали или отметили, что круглая дата – 295 лет. И, наверное, имеет смысл говорить не просто о результатах года, но в целом, значит, целой пятилетки. И хочу сразу сказать, что эта пятилетка проходила под знаком, наверное, поручений президента по Нижнему Тагилу. Эти поручения были выполнены. И, помимо всего, мы понимали, что эти поручения – это является только стартом. Это как толчок к реализации новых планов, новых программ, связанных с улучшением качества жизни в городе Нижний Тагил. Насколько это удалось, значит, как это получилось, это, конечно, судить прежде всего жителям города Нижнего Тагила. Я не хотел бы останавливаться на цифрах, квадратных метрах, километрах и количеству объектов. Я думаю, найдется кому посчитать это. Но самое главное – это оценка самих тагильчан, самое главное – это то, как они себя чувствуют или почувствовали на себе изменения, и готовы ли они продолжать эту динамику, положительную динамику, в общем-то, в дальнейшем. И можно сказать, что следующая пятилетка будет проходить уже, опять же, наша следующая пятилетка, пятилетка развития может быть связана и будет связана, опять же, с президентом Российской Федерации, Владимир Владимировичем Путином, который недавно подписал указ о праздновании уже 300-летия города Нижнего Тагила. Это также руководство к действию. Мы рассматриваем этот указ не как программу праздничных мероприятий через пять лет, а какая звезда будет петь, какой продолжительностью будет салют. Мы рассматриваем как задачу, которую нужно в течение пяти лет, задачи, которые в течение пяти лет нужно будет решить по реализации программ, обеспечивающих уже устойчивое, значит, гарантированное развитие города и выполнение насущных его потребностей период уже, значит, более 20-30 лет. Поэтому с этим указом мы связываем, опять же, динамику движения вперед, положительную динамику. И я считаю, что в следующие пятилетки программы должны быть более амбициозными, более трудными, но более важными для города, для его будущего, для его перспективы. А вы уже отметили, что некоторым проектам только дан старт сейчас, и они будут продолжены в следующие пятилетки развития. Какие это проекты? Ну, вы знаете, я считаю, что основным проектом, которые должны быть реализованы в следующем пятилетии, действительно, дан старт уже в этом году. Может быть, в этом году или вот предыдущие периоды. Некоторым предстоит стартовать буквально через неделю, через две. Здесь я, прежде всего, имею в виду проект по благоустройству наших дворов. Вы знаете, я считаю, что эта программа, пятилетняя программа, она одна из самых востребованных сегодня, судя по запросам наших граждан. И с этой востребованностью становится одной из самых главных. Но я не могу не отметить, что эта программа, причем это не городская программа, это федеральная программа, она родилась, наверное, в результате, в том числе, настойчивых действий тагильчан. Именно действий. Если вы помните, практически год назад, встречаясь с жителями наших дворов, наших домов, именно внутри кварталов, мы слышали очень часто обращения, просьбы, что-то сделать, связанное с благоустройством, а вернее, с переустройством этих дворов. Потому что речь шла не только о том, чтобы золотать дыры в проезжей части перед домами, и шла о том, чтобы вообще изменить облик дворов и дать возможность мирного существования и автотранспорта, и детских площадок, и мест отдыха, разных категорий и возрастов граждан. И, в общем-то, я хотел бы с удовлетворением отметить, что не просто были услышаны кем против, а просто тем депутатам, которых мы выбрали, и в Государственную Думу, и в Законодательное Собрание Свердловской области. Это позволило сегодня принять программу на федеральном уровне, и в ее реализацию вовлечен сегодня регион, благоустройство наших дворовых территорий. Программа стартует в этом году, первые шесть дворов по Нижнему Тагилу. мы должны начать приступить к их реализации, наверное, максимум через две недели. Сроки получились очень сжатые, потому что это старт программы, но мы не намерены терять там ни погожие дни сегодня, ни сам темп. Значит, надо правильно выбрать темп с самого начала. Это вот пример того, как, в общем-то, сотрудничество населения, администрации город с нашей законодательной властью и правильный выбор кандидатов в законодательные органы власти позволяет, опять же, очень важно для нас было на законодательном уровне дать старт такой очень важной, востребованной программы. Поэтому это очень важно, еще раз, благоустройство дворов в следующий пятилетний срок. Дальше, значит, все-таки, если говорить о уже начатых, конечно, продолжение программы «Светлый город». Мы должны ее закончить, то, что было в контракте, и у нас есть время расширить эту программу, в том числе с учетом запросов граждан на внутриквартальные территории. Значит, что не было предусмотрено первоначально. Программа очень важная и нужный городу, безопасный город. Значит, здесь он помогает нам, нам, прежде всего, правоохранительным структурам не только бороться с наркодилерами, с фальшимомонетчиками, с угонщиками машин, но вот такой банальный случай, казалось бы, но очень резонансный, на мой взгляд. Случай, когда у слоника шар украли, значит, нашли же, установили, значит, это все программа «Безопасный город», которая так, может быть, незаметно для кого-то, но он наблюдает за ситуацией на наших улицах, на наших площадях. Нам эта программа очень нужна, почему? Потому что город, где столько исправительных учреждений, значит, вряд ли найдется еще один. Второй такой город, где такое количество или такая концентрация на душу населения, значит, исправительных учреждений. Значит, я хотел бы отметить, что программа транспортная, значит, она была, если останется, и на следующие пять лет. И ее компоненты и элементы также остаются. Это и строительство домов, дорог, это и строительство новых путепроводов или мостов, это и ремонт наших улиц, но к ней добавляется еще программа, специальная программа ремонта и восстановления или строительства тротуаров, пешеходных, это становится одним из главных направлений в вопросах оказания, скажем так, улучшения качества жизни в городе Нижнем Тагиле, значит, но и это, на наш взгляд, мы всегда это доказывали, что это неотъемлемая часть комплекса, улица под названием, что не только проезжая часть, но должна учитываться еще и тротуар, пешеходная часть. Что касается общественного транспорта, то это также важно, как мы говорили, увидели, что вот спасение тагильского трамвая, развитие тагильского трамвая сегодня позволяет осуществлять или обеспечивать или поддерживать, если хотите, перевозки граждан, особенно тех граждан, которые не могут или по каким-то причинам пользоваться общественным транспортом, ну, я имею в виду газель или личным, то муниципальный трамвай здесь надежнее и гарантированнее. Во всяком случае, выполнение графиков движений по тем путям, которые сегодня существуют. Мы намерены двигаться дальше и было разработано предложение темном директорам МОП тагильский трамвай о развитии сети трамвайного движения. Мы посмотрели и не всегда это возможно, потому что улицы узкие, но идея была продолжена и электротранспорт на пневмоходу мы планируем все-таки по тем маршрутам, которые были ранее запланированы, мы их публиковали. Значит, у нас мы считаем будет возможность приступить к реализации уже в 2018 году и в течение двух-трех лет это выполнить. Я думаю, что это сегодня действительно сильно востребовано. У нас есть программа по продолжению, что ли, программы по дошкольному образованию. Пока это не получило поддержку на федеральном уровне, но мы ставим вопрос и о местах, обеспечении местами детей от полутора до трех лет, в простонародье называется ясли. Значит, для этого нам построят от пяти до десяти новых детских садов. Значит, я считаю, что это вполне посильная в течение пяти лет задача. Мы доказали это вот за предыдущий период, что для нас невыполнимых задач не бывает. Мы планируем попытки осуществить задачу восстановления или удвоения мест в наших оздоровительных лагерях. Это сегодня востребовано, значит, и выйти на тот уровень, который когда-то был, ну, давным-давно, в прошлой жизни. Но у нас есть прекрасные места, не зря их выбирали с хорошим, скажем, ландшафтом, с хорошими, значит, природными условиями. Нам необходимо восстановить или, значит, сделать что-то новое, современное, соответствующее требованием современно. Что касается, опять же, вот образования детей, прежде всего, это строительство минимум трех новых школ, которое нам позволит не просто, значит, добавить, так сказать, новые места в образовательных учреждениях, но позволит за счет перераспределения остановить и отремонтировать, капитально отремонтировать те школы, которые требуют капитального ремонта. Это, вот сказать, такие основные моменты. Конечно, мы хотим очень кратчайший срок в течение двух-трех лет максимум выполнить задачу по имеющейся, ну, на данный момент зафиксированные очереди по ликвидации аварийных домов, признанных аварийными. Значит, мы уже проработали варианты, как это сделать, а также варианты обеспечения очереди вот таких слоев населения, как многодетные семьи. Тоже есть, значит, наработки и варианты, как это сделать. Ну, и главным, наверное, проектом остается это вопрос качества нашей питьевой воды. Решение этой проблемы обеспечит еще и качественное теплоснабжение в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, которое обязательно для всей Российской Федерации. И здесь мы тоже, уже есть первые шаги сделан первый шаг, есть заявка от первого инвестора, и сегодня согласно процедуре, принятой в российском законодательстве, мы эти предложения будем прорабатывать. Отказываться от инвестиций, от серьезных инвестиций, серьезных партнеров мы не будем. Но и на выходе, в общем-то, соглашения мы тоже, значит, надеемся его подписать до 10 сентября, если мы говорим о пятилетнем, так, чтобы отчитывать соглашение между Евразом и правительством области и городом, о том, что сверхплановые налоговые платежи Евраза могут пойти или пойдут на такую инфраструктуру, важную транспортную инфраструктуру города Нижнего Тагила, как мост через Тагильский пруд. мы, предварительные работы ведутся, вроде бы нет ни у кого, значит, противопоказаний, значит, или отрицательных эмоций, значит, и взглядов на такую возможность. И у нас есть все шансы подписать до 10 сентября подобное соглашение. Я хочу сказать о наличии или проинформировать о наличии еще раз поддержке этим планом или этому проекту со стороны правительства Свердловской области и лично губернатора Куевуша Евгений Владимирович. В объявленный в России год экологии, конечно, подписание концессионного соглашения по водоподготовке это один из важных таких пунктов этой программы экологической деятельности в городе. Но также вы еще и уделяете огромное внимание благоустройству зон отдыха. В частности об этом шла речь на совещании в администрации города. Какие задачи вы поставили перед службами? Знаете, эта программа была также принята по инициативе и наших, кстати, кандидатов, уже депутатов Государственной Думы от Единой России. и эта программа идет сегодня федерально примерно 30% на парк Скверы, 70% от общего объема на благоустройство дворов. И реализация подобной пропорции здесь в Нижнем Тагиле позволяет нам и мы ставим перед собой такую задачу в год по одному серьезному объекту делать. Один из серьезных объектов у нас это парк Народный данный вот этот этап выполнялся на благотворительной основе на внебюджетные средства. Мы получили заверение, что будет поддержка второго этапа уже бюджетных ресурсов в рамках этой программы по паркам и скверам благоустройству внутригородской среды. И у нас на очереди это и парк там нужно очень грамотно и красивое решение парк и по проспекту танкостроителей за танком прекрасно есть территория лесная фактически и нужно очень грамотно с ней поступить у нас прекрасно есть возможности с точки зрения вообще изумительности и условий парк на руднике третьего интернационала у нас есть парк который нужно приводить в порядок на Тагилстрове возле дворца культуры металлургов и конечно есть такие изюминки типа леба значит где можно возле храма может быть такое прекрасное красивое удивительное место то есть вот если мы будем идти таким темпом в этом году два сквера значит героев гражданской войны и сквер за памятником бюстом Дзержинского на новогонки должны сделать в этом году но остальные направления я перечислил и это тоже считаю вполне реально все зависит только от нас в преддверии дня города подведены итоги традиционного смотра конкурса к этому главному городскому празднику районы показали какие новые объекты появились на их территориях и впервые когда комиссия рассматривала проделанную работу принимала участие представителя общественной палаты каково было их мнение и вообще по каким критериям отбирался к примеру лучший район критерии были благоустройство прежде всего и здесь обращались внимание на то что сделано какие новые объекты делаются и очень важно тоже был важным критерием делаются как за счет бюджетных средств небюджетных и так далее здесь хотел бы отметить очень отрадную момент что сегодня наши руководители районов умеют организовывать и общественность и скажем так бизнес и крупные и малые на совместное участие в реализации подобных проектов проектов благоустройства надо сказать что общественная палата дала первое место Дзержинскому район что было в общем-то с одной стороны может быть удивительно потому что у нас за счет раскопок и работы наших компаний гороэнергии водоканал он не всегда выглядит приглядно но проделана была этим летом определенная работа что позволило общественной палате учитывалось так что эти мнения интерактивный опрос населения позволило общественной палате на первое место поставить Дзержинку поэтому я думаю эта практика дальше продолжится и считаю что это движение в правильном направлении привлекать к оценке определению победителей не только узкий круг лиц а шире привлекать наших граждан наших жителей общественность при подготовке к дню города уже непосредственно к самим торжественным мероприятиям городские службы уделили внимание вопросам транспортного обеспечения пассажирским перевозкам все перевозчики продлили свою работу в день города в итоге как будет организована работа транспорта ну вы знаете что я хотел бы обратить внимание мы проработали этот вопрос с нашими компаниями обеспечивающие транспортные перевозки малогабаритными автобусами значит и здесь мы получили заверение что они будут работать согласно тех договоренностей того графика который кстати опубликован хотел бы отметить что тагильский трамвай значит в частности темнов руководитель организовали и продумали организацию работы трамвая особенно важно работать в первые минуты или в первый час после проведения праздничного салюта для того чтобы доставлять граждан и на вагонку и на гальянку для этого мы в том числе спланировали работы по улице Ленина для того чтобы могли трамвай ходить и здесь надо отметить значит большую роль и ответственность которой подошел товарищ темнов к решению этой проблемы на самом деле действительно это очень важно потому что очень много таких интересных мероприятий анонсировано в день города он состоится уже завтра 12 августа это и пикник на лисе и горе с показом кинофильмов как вы уже отметили это впервые такое световое шоу концерт зарубежных звезд а также тагличане получили много поздравлений от своих знаменитых земляков это была ведь ваша идея на официальном сайте вот разместить такие поздравления не идея ну была моя наверное хотя я не помню думаю общая идея вполне самой по себе на мой взгляд разумеющаяся но мы увидели что сегодня столько успешных земляков успешных земляков в российской федерации и за пределами далеко за ее пределами которые помнят о городе которые любят город гордятся тем что они тагильчане которые следят за изменениями в городе ну я думаю что это было правильно я думаю это приятно мы их также всех поздравляем с днем города и ответим значит на все их поздравления я думаю что еще раз это была хорошая идея и вот возможности улыбнуться друг другу значит вот по-доброму улыбнуться друг другу значит должно быть у каждого у тагильчанина потому что мы все вместе это и есть тот город у которого не только славное прошлое но я думаю и не менее достойное будущее принимает Нижний Тагил поздравления да действительно от всех уголков России от бывших тагильчан ну а вы Сергей Константинович что пожелали бы Нижнему Тагилу в день его 295-летия я хотел бы прежде всего пожелать тагильчанам тагильчанам потому что Тагилы есть наши люди главное достание пожелать им здоровья знаете хорошего настроения оптимизма оптимизма веры в себя в будущее в будущее нашего города хорошо отдохнуть в эти выходные отметить день города и еще хотел бы пожелать любите Нижний Тагил и он и вы этого достойны спасибо за беседу за такие замечательные пожелания Сергей Константинович вас тоже с праздником как главу города Нижний Тагил остается еще раз пригласить всех на праздничные мероприятия завтра 12 августа уже завтра в Нижнем Тагиле стартует турнир по стритболу посвященный Дню города на площади у физкультурно-оздоровительного комплекса президентский в 17 раз пройдет одно из самых грандиозных спортивных событий ожидается участие в соревнованиях примут более 500 спортсменов со всей Свердловской области победители будут определены в 18 категориях в том числе среди ветеранов и VIP команд сборных администраций города и депутатов городской думы вновь Старый Соболь под своим флагом соберет и воспитанников детских домов в том числе из Невьянска села Южакова и Серова приходите весь день болейте за любителей уличного меча игры ожидаются по-настоящему жаркими а на акватории Тагильского пруда сегодня уже стартовал Кубок Уральских озер 2017 соревнования посвященные Дню города будут проходить все выходные для участия заявились команды из Екатеринбурга Тюмени Заречного Челябинска Новоуральска и Нижнего Тагила более 10 экипажей наравне с профессионалами бороться за главный трофей будут и любители в составе тагильской сборной призеры по парусному спорту Эльдар Космарев Егор Нечаев и Михаил Шишин напомню регата Кубок Уральских озер проходит в 5 этапов на различных водоемах Уральского федерального округа Завершающая состоится в яхт-клубе Таватуй Такова была информационная картина дня Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи на Тагил ТВ 24 Кроме того новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра А мне остается напомнить если вам есть о чем нам рассказать звоните по телефону 419551 или пишите на сайте tagildefiz.tv.ru Спонсор рубрики новости от телезрителя магазин Мир Ча и Кофе приз за лучшее сообщение подарочный сертификат Спасибо за внимание Хороших вам выходных Хотите пить настоящую родниковую воду обращайтесь в компанию Сенегорье и вам доставят воду из экологически чистого источника расположенного в заповедном уголке природы Вода Сенегорская залог здоровья и успеха Телефон службы доставки 40 1207 Продолжение следует...